Привет друзья! В сегодняшнем видео я решил немного поэкспериментировать очень, на мой взгляд, интересными сочетаниями различных материалов. Полученным опытом я и хочу с вами поделиться. Я нашел у себя вот такой вот кусок ржавой железяки, которая походу была когда-то ножом. Ну что ж, попробуем реанимировать клинок. Для начала крупнозернистым наждачным кругом удалим ржавчину. Так как нож немного сработал, то мне необходимо выровнять лезвие по отношению к рукояти. Видны углубления от коррозии и мне придется их оставить, дабы излишне не утончать лезвие. Подготовим клинок к полировке, обработав его более мелкозернистой наждачкой. Не перегревайте лезвие, иначе оно потемнеет и потеряет свою закалку. Слезвием на данном этапе пока все. Займемся рукоятью. Намотаем хаотично медную проволоку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая рукоять у меня получилась. Вам что не нравится? А по-моему ничего. Шучу. Продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я залью рукоять эпоксидной смолой. Но для начала изготовим многоразовую форму. Из пластиковой трубы. Режем ее поперек и вдоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы ручка легко отошла от формы, я смажу ее тонким слоем солидола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как смола очень жидкая, то я заизолирую швы синей изолентой, так как согласно древнему учению тибетских монахов, только синяя изолента обладает более оптимальными свойствами для изоляции швов на пластиковых трубах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а чтобы быть уж совсем уверенным в герметичности, обмотаем еще ее и скотчем. Монахи монахами, но законов физики еще никто не отменял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрепим форму к деревянному основанию с помощью пластилина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На руководите сделаем вот такой вот хвостик, чтобы она не касалась дна формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрепим нож в форме. С помощью горячего клея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь подготовим эпоксидку. Мешаем 1 к 10. Кстати, сама смола имеет довольно-таки густую консистенцию, но размешав ее с закрепителем, она станет более жидкой. Это надо учитывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тщательно и не спеша перемешиваем. Стараясь сделать так, чтобы практически не образовывались пузырьки воздуха. Помните, там где смола не смешается с закрепителем, она попросту не застынет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, прошло полтора суток, и пора доставать наше изделие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, благодаря солидовую форму очень легко отошла. На мой взгляд, сочетание меди и эпоксидки довольно интересно. Но есть свои нюансы. Обо всем по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаем обрабатывать рукоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно защитите глаза и дыхательные пути, так как стружка летит во все стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придаем необходимую форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь начнем подготавливать. Материал к полировке, уменьшая зернистость наждачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я взял чистый шлифовочный круг. И не использую различных полировочных материалов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо сильно прижимать материал к кругу. В противном случае эпоксидка начнет мутнеть и от нагрева тянуться. Также помните, что смола стирается быстрее, чем металл. И если вы будете сильно долго полировать, металл будет торчать из смолы и передавать шершавость материалу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот что вышло. Я капнул каплю машинного масла и натер рукоять. По-моему, интересное сочетание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно-таки тяжелая получилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо для убитого ржавого куска железа. Осталось только наточить клинок. Но это уже дело техники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное, что я приобрел при изготовлении этого ножа, это опыт. А это не купишь ни за какие деньги. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд, это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА